А вы знаете, что это основной запрос в вязальном сообществе? Но ведь у вас другая пряжа, другие размеры, другая фигура, другая вязальная машина. Значит, количество петель и рядов, указанное в изделии, вам не подойдет. И полученная схемка ляжет за крома. Так вот откуда выражение утащило в норку. Если вдруг вы замечаете, что планов у вас больше, чем времени, если вы отказываете заказчикам, затрудняетесь рассчитать кривые линии, не беретесь за сложные изделия и устали от чужих схем и неподходящих моделей, ну, пора снять с себя всю эту рутину и передать процесс подготовки изделия, вязания, к специалисту. И где же взять такого специалиста, который и выкройку поможет построить, и расчеты сделает, и вязание проверит, и денег не попросит? Как это где? Этот специалист в бесплатном круглосуточном доступе для всех желающих. Стоит набрать в поисковике к Митстайлер и скачать с сайта программу. Ссылка на сайт и инструкции по установке вы увидите под этим видео. А если программа такая замечательная, почему же не все ее пользуются? Не все про нее знают. Кому точно не нужен к Митстайлер? Новичкам вязания в стадии эйфории от первых результатов точно не нужен. Тем, кто вяжет на заказ и вяжет не результат, а сам процесс. Тем, кто имеет массу свободного времени. Кого устраивает вязание по чужим схемкам и описаниям. Тем, кто не вяжет на заказ. Тем, кто не может на свои вещи смотреть критично и не сталкивался со сложными изделиями. Сколько, на ваш взгляд, времени займет расчет вот такого изделия? Эммм, ну может неделю. К тому времени или сезон закончится, или вязать расхочется. Заинтриговала. Хочу строить и вязать быстро, и чтобы кто-то сделал перевод выкорки в петли и ряды. Познакомься с специалистом. Возможности программы очень велики. Большинство из тех, кто знает об этой программе, используют ее на 10%. Как если использовать современный смартфон, исключительно как устройство для звонков. Забывая при этом про интернет, фотокамеру, соцсети, геолокацию и другие возможности. Для освоения программы, чтобы она взяла на себя максимум ваших трудностей, необходимо понять, как с ней общаться. Для этого и создан курс Книдстайлер за 5 дней. На первом уроке мы проходим основы. Большинству знаком только этот уровень владения программой, так как это основные действия, которые нужны для создания изделия. А разве еще что-то можно? Да, можно гораздо больше. Именно поэтому в курсе несколько уроков. В курсе предусмотрена полная обратная связь. По каждому уроку в конце есть домашнее задание, и ученики присылают отчет, подтверждающий усвоение урока. Если что-то непонятно, задаются вопросы, и в итоге вся информация все равно будет усвоена. Чтобы не рисовать абстрактный контур, берем контур рыбы. А можно было нарисовать рукав или полочку, которая устроится точно по такому же принципу. Разобравшись на первом уроке с основами, изучаем возможности заложенного конструктора. Строим выкройку платья на основе пулловера. Корректируем готовые модели журнала Любудела по своим меркам и по своим требованиям. Выполняем очень сложное моделирование, которое не предусмотрено прямым действием одной кнопкой, как, например, поворот. Желтое платье-мотылек строилось именно по этому принципу. В конструкторе выбрали готовую выкройку пулловера и превратили ее в платье. А зачем из пулловера? Проще нельзя? В программе заложены только короткие плечевые изделия. Платье или пальто мы строим на их основе. Это удобно. Третий урок – рисование. В нем идет редактирование узоров из галереи по своему желанию, а именно, стирание лишнего, дорисовывание, замена цвета, соединение нескольких узоров в один. Корректировка любых узоров под свою выкройку, а именно наложение на выкройку, растягивание по выкройке, развороты, изменение размеров рисунка. Ручное рисование картин, создание своей галереи узоров. Вы видите оформленную для вязания выкройку. Птицы парусников взяли из галереи узоров, а солнышко и волны дорисовали вручную. Одно из заданий – выбрать три разных узора из галереи и соединить в один, дорисовать переход между ними и заменить цвет. На выкройку наложен отдельный мотив. Взяли из галереи, стерли лишнее, увеличили и расположили в нужном месте. Другой узор использован для оформления края. А меня можно нарисовать? Можно. Урок рисования – самый любимый из этого курса. По отзывам участников, это как компьютерная игра. Затягивать невозможно оторваться. На четвертом уроке разбираем раздел «Конвертер». С его помощью можно преобразовать любой рисунок или фотографию в ряды петли и связать. А если я хочу многоцветную картинку на свитер? Я люблю яркие цвета. При конвертации рисунка можно одновременно использовать до 16 цветов. Вся проблема не нарисовать, а связать. Ведь у каждой петли в ряду будет свой цвет. Хватит ли у тебя терпения в каждом ряду отслеживать 16 вариантов удвигания игл под каждый отдельный цвет? И так все изделие. О, я думала все просто, машина все сама свяжет. Пятый урок – раздел «Модели». Создание выкройки по понравившемуся изделию из интернета на свои размеры. Создание каталога ваших изделий, которые вы вязали или разрабатывали. Можно записать, для кого вязали, когда, из какой пряжи, плотности, фотографию прикрепить, любую информацию. И не нужны никакие записи и бумажки. Представляю, вот проблема, если все пропадет вместе с компьютером. Любую модель из раздела можно переслать, продать, обменять, дублировать. Рекомендуется хранить базы на любых других носителях вплоть до интернет-облака. После изучения программы можно вязать изделия разной сложности, оформлять любыми узорами и картинками. Практическое занятие. Обязательно. На этом курсе мы вместе свяжем майку черничной смузи. Построение выкройки и вязания для закрепления навыков курса. Простая выкройка, простое вязание и эффектный результат. Ух ты какая модная! Буфа-то нынче в тренде. А мне свяжешь? Нет, в этом деле каждый за себя. Приходи на курс, и я тебя научу. Будешь вязать, что захочешь. Ссылку на курс вы увидите под этим видео. Известно, что самое надежное у своей незнания – это теория, закрепленная практикой. И тем, кто сдал отчеты по всем шести урокам, предоставляется бонус. Более сложная и интересная в построении вязания модель, которую вы свяжете еще в текущем сезоне. На прошлом потоке именно эта майка была практическим заданием. Программа не превращает вашу машину в электронную, не делает вас мастером вязания, не развивает креатив и не превращает в крутого дизайнера одежды. Не превращает и не надо, сами превратимся. Конечно, Книстайлер освобождает время, чтобы вы могли создавать более интересные и качественные изделия и привлекать больше клиентов. Новый поток изучения программы в группе стартует 3 августа. После этого можно будет проходить курс индивидуально. Ссылка на курс под этим видео.